А это что такое? А это вот санитайзер, вот она такая штука, которая для обработки рук. Директор компании «Автохимпроект» презентует главе «Химок» Дмитрию Волошину продукцию предприятия. Автохимию, автокосметику, стеклоомывающие жидкости. А с недавних пор здесь еще начали производить антисептики и средства дезинфекции для авто. Мы предлагаем такую продукцию, которая позволяет обрабатывать весь салон изнутри дезинфицирующим средством. Чем она отличается от других дезинфекций? Отличается тем. Ну, во-первых, он прошел проверку вне Роспотребнадзора. Он отличается тем, что в нем еще дополнительный антисептик. Пандемия позволила коммерсантам расширить ассортимент товаров, но обязала ввести производство в более жестких условиях при соблюдении правил безопасности в условиях пандемии коронавируса. Глава «Химок» проверил, насколько предприятие готово к новым условиям работы. Следить за требованиями санитарной безопасности в компании обязаны так называемые стюарды, которых назначают из числа сотрудников. В автохимпроекте это начальник производства. Представление дезинфекции у нас имеется полную состав. Это потому, что, во-первых, мы выпускаем сами антисептики. Для обработки поверхности мы используем свою продукцию. Маски, перчатки у нас закупаются регулярно. Обработка рабочих мест каждые два часа, ежедневная проверка температуры сотрудников – это обязательные условия соблюдения безопасности на небольших предприятиях. Здесь на производстве трудится всего 20 человек. А вот в компаниях покрупнее рекомендованы еще и выборочно делать тесты на COVID-19. Эта мера отлажена на химкинском предприятии «Приводы Аума», которое является одним из лидеров рынка по производству электроприводов и редукторов для автоматизации трубопроводной арматуры. Здесь трудится 150 человек. С 18 мая в Химках открылись производственные и строительные предприятия оптовые компании, магазины автозапчастей, автосервисы, шиномонтажки и автомойки. Они возобновили работу с соблюдением всех санитарных требований. Закрытыми остаются МФЦ, кафе и рестораны, салоны красоты, дамобыта, фитнес-клубы, магазины одежды, стройматериалов, мебели. Предварительно они должны открыться 1 июня. Александр Сергеев, Алексей Сыченко, Новости Химки ТВ.